К слову, представители правоохранительных органов прокомментировали заявление президента Владимира Путина. Напомню, глава государства в своем ежегодном послании говорил о том, что борьба с коррупцией не должна превращаться в шоу. И как заявили в региональном управлении Следственного комитета, теперь они не будут раскрывать информацию о таких преступлениях, пока не закончат расследование. А тем временем мой коллега Дмитрий Ковалев в цифрах подвел итоги борьбы с коррупцией в Омской области. Самая большая взятка в Омской области в прошлом году досталась полицейскому. Начальник Центра финансового обеспечения областного МВД Ирина Старовикова несколько раз помогала знакомому предпринимателю побеждать в конкурсах. За каждый заключенный госконтракт получала по 8% от суммы. В итоге бизнесмен передал Старовиковой 28 миллионов рублей. Средняя взятка в Омской области намного меньше – всего 140 тысяч рублей. А чаще всего в таких преступлениях подозревают предпринимателей, те дают деньги, и чиновников, они их берут. Причем не только в Омске, но и в районах области – Тарском, Муромцевском, Черлакском и Кормиловском. Также на получение взяток попались полицейские, сотрудники службы исполнения наказаний и судебные приставы. Всего в этом году следователи возбудили 59 уголовных дел по коррупционным статьям. 14 из них уже передали в суд. Свой приговор по обвинению в коррупционных преступлениях в этом году услышали 114 человек. 59 осуждены по статье «Получение взятки». Еще 41 преступник признан виновным в хищении с использованием служебного положения. 18 человек приговорили к реальному лишению свободы. 40 получили условный срок. Еще 50 должны заплатить штраф. Прокуроры также через суд добиваются возмещения ущерба. Исков уже более 70. Сумма по ним превысила 120 миллионов рублей. Всего с начала года выявлено более 6,5 тысяч фактов нарушения закона в сфере противодействия коррупции. Вынесено полторы тысячи представлений.